Гелена, я привезу вас в эфире службы новостей Организации Объединенных Наций и большое спасибо, что нашли время для интервью. Благодарю вас. Гелена, Международный женский день в этом году отмечается под девизом «Инвестируйте в женщин, ускоряйте в прогресс». Одно из ключевых направлений в этой области – это поддержка лидеров из числа женщин. Как президент Национальной Ассоциации Успешных Женщин, Меркурия и Новое Время, вы, по нашему мнению, как раз и являетесь одним из таких лидеров перемен. Было бы интересно узнать о вашей ассоциации, как вам пришла идея ее создания, в каких именно властях добились успеха женщины, которые объединили с ассоциацией и какие задачи она решает, с какими трудностями она сталкивается. Цель создания ассоциации – зародилась объективно возможность объединения единомышленников и соратников из числа женщин, которые занимают ключевые позиции в разных отраслях и права, и в разных отраслях – это архитектура, это образование, это науковое, это адвокатура, это многие другие направления, это дизайнерство, это бьюти, это научно-исследовательские, образовательные учреждения, которые занимают женщины, серия образования, это многие, которые проводят тренинги, добились достаточно больших результатов в связи с своей практикой поддержки женщин. Елена, я тогда хотел бы задать такой вопрос, какие направления деятельности, национальная ассоциация женщин соответствует повестке дня ООН в области устойчивого развития? Это экологическое направление, это образование, это медицина, здравоохранение, это поддержка благотворительных каких-то аукционов, направлений, малоидущим семьям поддержка. Ну и не только это, это поддержка в семьях и детям, помощь какой-то в дошкольном образовании, в начальном образовании даже университетов. Сегодня у нас есть программа с Египтом, которая в мае будет запускаться в двухнедельные модули образования по туризму, по медицине, по легкой промышленности. То есть граждане Египта будут приезжать в Россию на базе разных университетов, это Волгоград, Москва, Питер, социальный университет, где они будут поручать повышенные квалификации в сфере гостиничного, ресторанного бизнеса, туризма, легкой промышленности. Потому что это объединяет, я считаю. А также наши студенты могут посещать их университеты и компании, где именно возрождение идет производства и легкой промышленности, медицины. Я считаю, что международный опыт очень важен среди женщин. И они себя чувствуют уверенными и могут дальше развиваться, продвигать и самореализовываться в этой сфере. Елена, я действительно очень хорошо ознакомился до подготовки нашего интервью с повесткой самой САЦИ. Там как раз подробно рассказывается об инициативах на Ближнем Востоке и в Африке, то, о чем мы уже рассказали. Однако, хотелось бы узнать, какие проекты САЦИ реализуют в России, например, для поддержки женщин из числа предпринимателей. И какие проекты находят наибольший отклик? Наибольший отклик находят проекты, это, соответственно, образование. Всех интересует образование по разным сферам, соответственно. И проекты медицинского правоохранения, это лекарственные препараты, помощь там, разработки какими-то наукавок в сфере медицины, их также интересует как в России, так и за рубежом. И это дает возможность и нашим ученым, и разработчикам за рубежом друг другом обменить свой опыт и создавать какие-то такие уникальные лекарственные препараты, которые помогают и облегчают жизни людям. Также мы помогаем в рамках правового поля, это помощь в арбитражных судах, на безвознанность, можем и делом, и консультировать. Как в арбитражных судах, также в судах общей юрисдикции. У нас есть в ассоциации эксперты, которые по налоговому правовому регулированию могут дать полноценную консультацию. Также мы повышаем финансовую грамотность женщинам, также финансовые рынки, где они участвуют, где они могут двигаться. Это очень интересно. Позвольте уточнить, а вот в рамках клуба успешных женщин на Меркурии на Углубление, вот женщин, с которыми мы будем взаимодействовать, это в основном центральная Россия или все-таки работа идет по всей стране? Нет, это идет работа по всей стране, это региональная, это не только, это и Сибирь, и Красноярск, и Томск, и Сочи, и Краснодар, да, ну, разные направления на самом деле. Хорошо, вот Елена, я тогда хотел бы узнать, вы перечислили несколько наиболее важных направлений, по которым ведется работа с ассоциацией, и в этой связи я хочу затронуть такой важный момент, как ваше участие в работе Российской Ассоциации Организации Одинных Наций, вот в частности, нам известно об идее высоздания комиссии Российской Ассоциации Организации ООН по положению женщин. Вот было бы интересно узнать о ключевых направлениях, которые будет курировать эта комиссия, и какие проблемы она планирует решать. Так как у нас в ассоциации женщины с яркой жизненной позицией, и доберюсь успеха не только в карьере, но и в семье, наверное, наступило время переменой поделиться опытом. В Российской Ассоциации ООН у них уже ведутся направления, это экология, образование, культура, и мне бы хотелось объединить все эти сферы деятельности и дать определенный такой толчок развития к созиданию более таких профессиональной помощи для женщин, для равенства, полов, потому что все равно, так или иначе, сегодня все равно присутствует от работодателя дискриминация женщин, соответственно, по уходу беременных женщин, по уходу с ребенком, малооплачиваемые пособия, зарплата. Хотелось бы с такой вот лидерской инициативой выходить, все-таки уравнять, чтобы был баланс такой между женщинами и мужчинами, чтобы они равноправно и уверенно могли чувствовать себя в этой среде и бизнеса, и семьи, и не были ущеблены в правах. Я думаю, что мы сегодня сможем многое сегодня дать в этих направлениях. Елена, Вы затронули очень важный момент, как равноправие. И в этой среде я хотел бы задать Вам такой вопрос. Более 100 лет назад женщины инвестирули компанию в получении избирательного права и за равноправие на оплату труда. Каким Вы видите сегодняшнюю ситуацию на рабочих местах? И, исходя из Вашего опыта, женщины по-прежнему приходятся сталкиваться с разницей в оплате труда. Вы знаете, это все равно присутствует, но уже менее, можно так сказать, в процентном соотношении. Почему? Потому что все-таки женщины занимают очень тоже многие ключевые позиции, должности, которые создают определенный такой баланс между мужчинами и женщинами, руководителями. Они применяют более, я так думаю, легкую дипломатию, которая балансирует эти отношения и уравнивает их в правах и заработной плате, и в условиях, и в продвижениях, чтобы они могут на одном уровне разговаривать. Елена, что бы Вы хотели бы отметить в качестве пожелания для подрастающего поколенничества девочек? Как они, на Ваш взгляд, могут способствовать преобразованию мира и достижению цели ООН в области устойчивого развития? Я думаю, что они также должны принимать активное участие, молодежь, девочки, в проблемах экологии сегодня, и в образовательных направлениях выступать из трибуна, что устойчивое развитие ООН мы должны нести. Это даст молодежи определенное понимание и репетиры в тех или иных направлениях и возможностях, не только в России, но и международных. Это укрепит межнациональную, культурную и другие сферы деятельности. Елена, Вы хотели бы дополнительно что-то добавить, помимо того, о чем Вы сегодня нам рассказали? Мне бы, наверное, хотелось каждой женщине пожелать 8 марта семейного счастья, благополучия, развития, изобилия и процветания, и двигаться только вперед, несмотря ни на какие препятствия, которые нас могут ожидать. Елена, большое спасибо, что Вы нашли время для интервью и с международным женским миром. Благодарю Вас. Продолжение следует...